Продолжение следует... Приказом Санкт-Петербургского государственного университета 10 января 2017 года я, Дубянский Александр Николаевич, доктор экономической наук, профессор, заведующий кафедры истории экономики, экономической мысли, экономической факультеты СППГУ, назначен писателем данного диссертационного совета. Также разрешите представить моих коллег-членов совета. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Совета. Но не менее 4 человек. Наш совет состоит из 5 членов. Присутствуют все члены, но один у нас удаленно. Таким образом, хором у нас есть. И сейчас я расскажу о том, каким образом у нас будет с вами проходить заседание совета. А именно... Я устанавливаю следующий регламент сегодняшнего заседания. Общее заседание не более двух часов. Общее заседание не более трех минут. Выступление всех членов диссертационного совета поочередно с отзывами, с возложением своих позиций, с вопросами и предложением диссертанта не более 10 минут для каждого выступающего. Ответ соискателя на замечание членов совета не более 15 минут. Открытая дискуссия, когда все желающие и присутствующие на защите могут выступать с конкретными вопросами и предложениями диссертанта. Не более пяти минут на каждого желающего. Если такие здесь присутствуют, то просьба их зарегистрироваться соответственно. Следующие итоговые ответы соискателя на заданные вопросы не более пяти минут. Выступление научного руководителя соискателя не более трех минут. И перерыв на пять минут для того, чтобы провести голосование для вынесения заключения по вопросу о присуждении или неприсуждении ученой степени по ГУ соискателю. Далее открытое голосование, принятие решения о присуждении или неприсуждении ученой степени и заключительное слово соискателю две минуты. Перед тем, как перейти к реализации данного регламента, который я огласил, нужно отключить сотовые телефоны. Это я и сам сделаю. Сообщаю также, что ведется аудиозапись нашего заседания и приматерансляция на сайте СВБГУ. Осуществляется синхронный перевод выступления с русского на английский и наоборот. Итак, приступаю к введению заседания и будем реализовывать наш первый пункт. Сейчас я выступлю с кратким докладом. Диссертация Кирилловской Аллы Александровны на связи с конечной степенью кандидата экономических наук по специальности 08001 экономическая теория на тему теоретическое обоснование приоритетов экономической политики принята к защите приказа ученого секторя СВБГУ 12 января 2017 года. Диссертационный совет утвержден, как я уже говорил, приказом ученого секторя для 10 января 2018 года. Соискатель предстал ученому секторю СВБГУ ниже следующие документы. Я думаю, их просто перечислю, особо не вдаваясь в номера этих приказов. Заявление на имя ректора СВБГУ, поданное от 2 ноября 2017 года. Узыв научного руководителя доктора экономического доцента Пашкуса. Список публикаций 16 работ, в том числе трех статей, публикованных в лицензируемых научных изданиях, испеечно утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации. Удостоверение от 8 апреля 2015 года о сдаче всех кандидатских экзаменов, в частности экономической теории, истории, философии, науки, иностранный язык. Далее заключение рекомендации. 11. Теоретическое обоснование приоритетов экономической политики к защите, утвержденное проектором по научной работе Аплоновым. Вот с 10 января 2018 года. Копия диплома магистра. И диссертацию на русском и английском языках. Следует отметить, что все перечисленные документы соответствуют пункту 12 раздела 3 приказа о порядке подсуждения учебных степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Ну, теперь предоставляется, Алла Александровна, слово вам. Вас напоминаю в 15 минут. Уважаемые члены диссертационного совета, представляю вашему вниманию диссертацию Кирилловской Аллы Александровны на тему теоретическое обоснование приоритетов экономической политики. Мое выступление будет состоять из четырех частей. Сначала мы поговорим об актуальности и цели исследования. Далее перейдем к положениям научной новизны. И в конце будут сделаны основные выводы и рекомендации. Начнем с актуальности. Глобальный экономический кризис обострил целый ряд экономических проблем и вывел на передний план вопросы, связанные с разработкой и реализацией экономической политики. После ожесточенных споров 31 декабря 2014 года был подписан федеральный закон о промышленной политике. Ведутся споры относительно приоритетов денежно-кредитной политики. Снижение цен на нефть активизировало поиск путей импортозамещения. Однако в научной бизнес-среде до сих пор не сложилось единой точки зрения по вопросу о том, что же собой представляет экономическая политика, каково ее место в системе экономической науки. Нет согласия авторов относительно структуры, содержания, инструментов и методов. Исходя из данной актуальности, была поставлена следующая цель моего исследования. На основе систематизации теоретических концепций экономической политики разработать комплексный подход к практическому применению экономической политики с учетом ее современных приоритетов. В работе представлены следующие положения научной новизны. Их всего пять. Перейдем к рассмотрению каждого из них по отдельности. Начнем с первого. Разработана новая классификация типов и форм реализации экономической политики. Выделены русская и немецкая классические школы экономической политики. Осуществлен их сравнительный анализ и продемонстрировано взаимовлияние этих школ. На слайде представлена классификация школ экономической политики, которая была проведена в работе. Были выделены классические школы и современные школы. На основании исследования трудов основоположников было определено, что исследование экономической политики как самостоятельной научной дисциплины началось с работ Юлиуса фон Зодена 1805 года. Его и можно считать основателем теории экономической политики. В рамках классической школы выделяется начальная школа, немецкая и русская школа. И если существование немецкой школы не вызывало сомнений, то начальная и русская школа были выделены в работе впервые. Также были введены в оборот источники, то есть авторов Юлиуса фон Зодена, а также представители русской школы, это Гольдштейн, Мануилов и Миклашевский. Критерием, с помощью которого можно разделить взгляды представителей этих школ, можно считать взаимоотношения политической экономии и экономической политики. Так в рамках начальной школы было произведено разделение политической экономии и экономической политики. В рамках немецкой школы данного разделения не производилось, поэтому представители немецкой школы больше тяготели к практике. В русской школе представители русской школы противопоставляли экономическую политику, экономической теории, считая экономическую политику самостоятельной наукой, обладающей собственным предметом и объектом, изучали методологию. Современные школы экономической политики тяготеют к институциональному подходу, занимаются инструментарием, исследованием практических частных задач и не делают разграничения между экономической теорией и экономической политикой. В рамках Санкт-Петербургской школы продолжаются идеи классической русской школы, в которой экономическая теория и экономическая политика разделяются. Экономическая политика исследуется как дисциплина, имеющая собственный объект и предмет, и собственную методологию. Далее, следующий пункт наложенной новизны. Выявлены теоретические и методологические проблемы современной экономической политики и определены ее приоритеты. На слайде представлены проблемы экономической политики, которые были выделены в результате исследования литературы и первоисточников. Не смогу, к сожалению, остановиться подробнее, просто перечислим. Это проблема существования экономической политики, проблема теоретического базиса, методологическая проблема, идеологическая проблема, соответствие теории выбранному инструментарию, проблема инструментария и проблема терминологии. В том числе для того, чтобы решить поставленные проблемы, авторам предлагается алгоритм реализации экономической политики. Идея алгоритма заключается в следующем. Для того, чтобы проводить экономическую политику, необходимо сначала определиться с выбором теоретической концепции. Для этого необходимо понимать, какая цель будет положена в основу, которую нужно будет необходимо решить. Далее, переход от теории к практике должен осуществляться с помощью методологии, основанной на объекте и предмете экономической политики, что позволит осуществлять проверку адекватности теории и конкретной ситуации. Экономическая теория в данном случае должна выступать в качестве системы ограничения в процессе реализации экономической политики от теории к практике. Давайте перейдем к подробному рассмотрению последовательности в данном алгоритме. После того, как мы определимся с целью экономической политики, это может быть, например, цель достижения общественного благосостояния, перейдем к выбору теоретической концепции. Это может быть либо либеральная модель, предполагающая точечное воздействие государства на экономику, или, в противоположность, модель активной роли государства. Для определения с методологией экономической политики будем понимать экономическую политику в широком смысле, рассматривать ее как самостоятельную научную дисциплину, имеющую сложную природу. С точки зрения типологии экономической политики будем придерживаться разработанного автором институционального подхода, который объединяет три ранее существующих подхода. Отраслевой, стратегический и функционально-инструментальный. Перейдем к приоритетам, которые лягут в основу экономической политики. Приоритеты можно условно разделить на постоянные, то есть имманентно присущие стране, и переменные, зависящие от экономической конъюнктуры. В предложенном алгоритме теории экономической политики и системы ограничений ориентируются на постоянные приоритеты, а методология и проводимая экономическая политика на переменные приоритеты. Определение приоритетов экономической политики при определении был использован метод анализа и иерархии. С помощью этой процедуры были выявлены два приоритета экономической политики, уровень значимости которых оказался наиболее высоким, и без следования которым эффективная реализация иных приоритетов экономической политики невозможна. Таких приоритетов выделено два – государственное регулирование промышленности как постоянный приоритет и импортозамещение как переменный приоритет. Придем к следующему пункту научной новизны. Сформулированы и обоснованы несостоятельность существующих подходов к разработке и реализации государственного регулирования промышленности в условиях переживаемого российской экономикой кризиса и внешнеэкономических ограничений. В работе представлен новый подход к промышленной политике, предложена проактивная промышленная политика, которая придет на смену существующим традиционной и горизонтальной промышленной политике. В отличие от предыдущих подходов, проактивная промышленная политика должна создавать новые базовые правила игры, сочетающие прямые и косвенные методы воздействия, приоритет на глобальной конкурентоспособности национального бизнеса с учетом политики импортозамещения, фокус на высокотехнологичных отраслях с ориентацией на полный производственный цикл, объектами должны быть инфраструктурные проекты и высокотехнологичные производства, приоритет на конкурентоспособности с большим влиянием экологии и направленности на социальный результат. Следующий приоритет каналов производства и сбыта – это импортозамещение и экспорт. Основные агенты – госсектор стимулирования внутренних частных инвестиций, объекты участия в национальном бизнесе, государственно-частное партнерство, прямое и косвенное государственное субсидирование, поддержка производителей с учетом экономической безопасности и переход от безусловной глобальной направленности промышленной политики к национально-региональным с учетом экономической безопасности. Данные критерии были выделены в работе впервые и характеризуют новый подход к промышленной политике. Четвертый пункт научной новизны. Предложена матрица конкурентоспособности территорий, с помощью которой может осуществляться оценка стратегических приоритетов реализации государственного регулирования промышленности. С помощью разработанной матрицы конкурентоспособности возможно проводить оценку результатов экономической политики на определенной территории. На слайде представлена модифицированная матрица McKinsey, где по оси Х взят индекс Лафея, который показывает внутренние конкурентоспособности отрасли, а по оси У индекс Баласы, который показывает уровень конкурентоспособности отрасли на внешнем рынке. В результате полученных данных отрасли можно разместить в данной матрице и выделить отрасли победителей, промежуточные и проигравшие. Рассмотрим пример применения данной матрицы конкурентоспособности на примере Греции и Словакии, как эти две страны пережили кризис 2008 года, и оценим, эффективны ли были меры промышленной политики в этих двух странах. На слайде представлены данные индексов Баласа и Лафея за 2006 и 2010 год для двух стран, для Греции и Словакии, указаны только отрасли победителя. Анализируя приведенные таблицы, можно отметить, что и в Греции, и в Словакии за 4 года снизилось количество отраслей победителей. Словакия сильнее пострадала от кризиса, у страны остались только две конкурентоспособные отрасли. Греция практически не потеряла конкурентных преимуществ и даже усилила специализацию по одной из отраслей. В то же время в Греции наиболее конкурентоспособными отраслями остаются не высокотехнологичные отрасли, а отрасли с малой степенью обработки. Что связано с благоприятными природно-климатическими условиями. Таким образом, Греции необходимо проводить государственное регулирование промышленности, нацеленное на повышение конкурентоспособности высокотехнологичных отраслей. Словакии необходимо предпринять меры по восстановлению конкурентоспособности ранее конкурентных отраслей за счет активного внедрения инноваций. Далее, перейдем к последнему пункту. Научной новизны доказано наличие связи между изменениями валютного курса и показателями самообеспеченности по ряду групп продуктов и выявлена возможность применения проактивного государственного регулирования промышленности при реализации политики импортозамещения в рамках стратегии экономической безопасности в России. Мы прианализировали наличие связи между целым рядом показателей курсом валют с одной стороны и показателями самообеспечения отношением импорт-потребления. Была предложена гипотеза, что без активной экономической политики импортозамещение четко зависит от валютного курса. При проведении горизонтальной промышленной политики валютный курс также остается одним из ведущих параметров. При проведении последовательной проактивной промышленной политики влияние валютного курса на импортозамещение значительно снижается. На основе данных Росстата были рассчитаны показатели самообеспечения, в том числе и производственного, а также показатель отношения импорт-потребления. Далее была построена эконометрическая модель, в которой было проведено исследование влияния валютного курса на данные исследованные показатели. В работе было рассчитано много данных коэффициентов по большой группе продуктов, но сейчас я могу вам представить только какую-то небольшую часть. Соответственно, представляю интересный результат. На слайде представлена группа продуктов, характеризующаяся возрастающей тенденцией к самообеспечению с 2007 по 2016 год, и относительно которой проводилась политика импортозамещения. В результате проведенных эконометрических расчетов основным фактором импортозамещения по данным продуктам является валютный курс. При анализе таблицы видно, что коэффициент корреляции валютных курсов и коэффициентов самообеспечения превышает 0,8. Зависимость валютного курса и самообеспечения прямая, а по импорту обратная, что согласуется с предложенными гипотезами. Можно сделать вывод о том, что проводимая политика импортозамещения, несмотря на то, что приносит результат, но в данном случае более высоко влияние внешних факторов, нежели самой политики импортозамещения. Таким образом, для реализации эффективной промышленной политики импортозамещения попробуем воспользоваться алгоритмом. Примем в качестве главной цели экономической политики импортозамещения, которое было определено как переменный приоритет экономической политики. В качестве теоретического базиса экономической политики возьмем Санкт-Петербургскую школу экономической политики, поскольку данная школа дает возможность комплексного подхода к изучаемому вопросу. С помощью экспертной процедуры метода анализа и иерархии было проведено исследование соответствия государственного регулирования промышленности на основе разных моделей промышленной политики, стратегии импортозамещения и обоснован выбор проактивного государственного регулирования промышленности для реализации данной стратегии в России. Требования экономической безопасности выступают в качестве системы ограничения, введенных Юлиусом фон Зоденом. В качестве одного из инструментов проверки адекватности теории конкретной ситуации можно использовать матрицу конкурентоспособности территории. Таким образом, по разработанному алгоритму была выбрана наиболее соответствующая поставленной цели экономическая политика. Перейдем к заключению. Основные выводы и рекомендации. В начале работы были поставлены проблемы экономической политики, которые были решены в результате исследования. Проблема существования, соответствие теории выбранному инструментарию и методологической проблемы решаются с помощью алгоритма формирования экономической политики, представленного алгоритма. Решение проблем теоретического базиса и проблемы языка решаются за счет предложенной концепции проактивной промышленной политики. Идеологическая проблема частично утратила остроту и решается с помощью проведения проактивной промышленной политики, а проблема инструментария находит решение за счет комплексности и целостности предложенных подходов. В заключение я бы хотела сделать несколько рекомендаций о проведении промышленной политики в России. Для этого необходимо создание институциальной среды, соответствующей проактивной промышленной политике, создание и поддержка климата и бизнес-среды, которая бы способствовала интенсивному, а не экстенсивному развитию российского бизнеса, взвешенная и комплексная стратегия экономической политики, решение проблем с ресурсным обеспечением государственного регулирования промышленности. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы к соискателю? Ну, желательно по тому, что сейчас было сказано в докладе. Да, пожалуйста, Владимир Александрович. Можно где у вас слайд, где у вас была схема с ограничением по ЗОДу, но в самом начале была? Это да. Ну вот он дублируется, можно и на этом? Да, я сейчас переверну, секундочку. Вот система ограничения на слайде не раскрыта, вы тоже в докладе достаточно в общих чертах сказали, это временем ограничено, конечно же. Поясните, о каких ограничениях идет треть в данном случае. Да, на удивление Юлиус фон ЗОД, он писал в 1805 году в своей работе о некоторых институциональных, с моей точки зрения, подходах. Он серьезно опередил свое время, где говорит о том, что экономическая теория должна, не экономическая теория, простите, тогда не существовало, экономическая теория, политическая экономия, как теоретическая концепция, должна накладывать ограничения на проводимые на практике действия. Соответственно, экономическая теория. То есть в данном случае здесь имеются какие-то идеологические ограничения теоретического свойства, да? Да, да. То есть некие постулаты, которые ограничивают практическую активность. И, пожалуйста, еще, если можно, слайд, коррекционный анализ был выполнен между разными позициями. Ну, я пока вы листаете, я поговорю вопрос, вот об этом идет речь. На этом слайде показаны продукты, преимущественно сельскохозяйственные, где, как известно, успех их замещения достаточно серьезный. А по промышленным каким-то продуктам есть подобная картинка? Да, да. Поясните, пожалуйста, по каким продуктам вы делали анализ? Да, и здесь просто в связи с небольшим временем, которое мне представлено, мне было бы интересно рассказать о других результатах, которые были получены. Есть продукты, по которым картина выглядит совсем по-другому. Например, если отрасль экспортно ориентирована, то значения коэффициентов корреляции становятся обратными. Потому что при повышении курса валют экспорт становится более выгодным и коэффициент корреляции выглядит обратным образом, становится отрицательным. Если, например, такие, как то, о чем я говорила, это лесоматериалы и удобрения. Например, вот такая картина. Я сразу уточню, лесоматериалы вы рассматривали круглые леса, которые уже экспортировали, разрешили в позапрошлом году только, сняли ограничения, да? То есть вы статистику свежую смотрели? Да, да, да. До 2016 года. Спасибо, я говорю, спасибо. Включительно. Я могу продолжить. Достаточно, я вас понял, спасибо. Да, спасибо. Хорошо, еще вопросы. Александр Николаевич, пожалуйста. У меня вопрос вот какой. Определение приоритета в экономической политике звучит хорошо, но проблема заключается в том, что промышленная политика производится на разных уровнях, разные типы промышленной политики. И не рассматривался ли вопрос о противоречиях, которые возникают между различными типами экономической политики, целями, задаваемые ей и теми органами, которые ее проводят. Ну, предположим, понятно, согласованная политика Минфина и Центрального банка, направленная на стабилизацию рубля и недопущение дефицита бюджета. Но, очевидно, это вступает в противоречие, и это очень часто звучит в тех же речах, да, социальной политикой. На эту тему Ольга Голодец говорит просто очень немало, это вступает в противоречие с проведением промышленной политики, о которой у вас немало написано. Так вот, можно ли выделить тогда единые приоритеты, достижение которых удовлетворяла бы вся проводимая в стране экономическая политика? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Исходя из концепции, принятой в основу исследования, мной был рассмотрен институциональный подход, который включает в себя функционально-инструментальный, стратегический и отраслевой. Как раз этот институциональный подход позволяет рассматривать различные стороны экономической политики с точки зрения институтов. Это так называемый объединяющий подход к типологии экономической политики. Если говорить о том, что могут вступать в противоречие целей экономической политики, например, промышленной политики и социальной, то идея проактивной политики как раз учитывает социальную направленность и занимается, в том числе учитывает вопросы, например, создания новых рабочих мест, учитывает идеи зеленой экономики, то есть экологии и так далее. То есть идея использования проактивной промышленной политики скорее, возможно, учитывает все эти вопросы. – Да, Андрей Викторович, пожалуйста. – Алла Александровна, будьте добры, покажите слайд, где у вас периодизация экономической политики. Пока вы листаете, чтобы тоже сэкономить время. Я хочу обратить внимание на то, что вы заканчиваете этот слайд, рассматривая школы, современные школы. У вас институциональная школа 50-е годы и петербургская 99-е по настоящее время. У меня возникает вопрос следующего характера. Ну ведь, наверное, нельзя ограничиваться только своей родной петербургской экономической школой. Даже если рассматривать мировые тренды развития, начиная тоже после 50-х годов, до 90-х, наверное, что-то происходило в мире и в науке. Я на что хотел обратить ваше внимание, тоже, кстати, в моем отзыве, в моем отзыве тоже отражено. В 90-е годы, когда мир вступил в новую фазу глобализации, здесь много что интересного происходит. И главное, соединение политики и экономики, которое связано с тем, что зачастую экономические решения, или точнее политические решения, принимаются в разрез экономической целесообразности. Это не только касается какой-то отдельной страны, а практически всех стран мира, особенно экономически развитых стран. Получается, что в рамках своего исследования вы вообще игнорировали вот эти вот процессы? Или каким-то образом они все-таки нашли отражение в вашем анализе, но почему-то потерялись при анализе того, что же делает экономическая наука? Спасибо большое за вопрос. Да, вот ту часть, которую вы озвучили относительно учета политических условий, И этот вопрос нашел отражение в одном из глав, в одном из параграфов моей работы, где рассматриваются условия достижения экономической безопасности, где сейчас говорится о том, что, например, система экономических санкций, проводимая в области экономики, на самом деле преследует политические цели. И как раз с помощью понимания этой ситуации и использования системы ограничений в виде понимания вопросов экономической безопасности, с помощью этого возможна реализация экономической политики. Но если вернуться к вопросу, почему это не учтено в моем исследовании, возможно, здесь у меня еще есть возможность для развития. Спасибо большое. Я думаю, буду исследовать этот вопрос. Хорошо, а хотя бы не в рамках уже своей диссертации. Можете назвать какие-нибудь школы или направления, или ученые, которые вносят в настоящее время большой вклад в то, о чем сейчас предмет защиты экономической политики? Например, Дани Родрик, это хороший представитель, который пишет о промышленной политике, очень интересная работа, он у меня не вошел. А, ну вот он мне, кстати, представлен, да. Ну вот, Ян Титтберген представитель. Вот, простите, они у меня здесь представлены. Ну, в общем... А российские есть какие-то? Здесь, конечно, Пешахонов, Абалкин, Авдашева, по-моему. Да, их работы у меня тоже использованы, и они у меня вошли в современную школу. Спасибо. Так, вопросов больше нет. Анна, пожалуйста, Алексей Николаевич. Если Дани Родрик был помянут, то не могу не удержаться. У него есть работа, созвучная тому, о чем вы пишете, да, по поводу того, насколько недооцененный валютный курс может создавать протекционистский барьер для развития национальной экономики. Вот, в соответствии с тем, что у него получено, у него получалось следующее, что до 12 тысяч долларов ВВП, международных долларов, да, но не по ППС, а по реальному курсу на душу населения, ослабленная национальная валюта дает стимулы для роста. После 12 тысяч долларов ВВП на душу населения, недооценка национальной валюты, значит, превращается в тормоз экономического роста. Если учесть, что у нас 10,5, то есть мы уже приближаемся к этой границе, вот то, как вы анализировали зависимость курса от, точнее, импортозамещения от курса, да, или роста конкурентоспособности от курса, насколько это устойчивое преимущество, и не есть ли это временная мера, которая исчерпает свои возможности в ближайшее время? Спасибо большое. С моей точки зрения, в результате исследования у меня сложилось впечатление, что влияние валютного курса, как и, в общем-то, рост инфляции в экономике в результате роста курсов валют, имеет некий исчерпаемый ресурс для влияния на экономическую систему, на экономическую политику и на результаты экономической политики. То если мы проведем подобное, если все продолжится в том же духе, но валютный курс, в общем-то, замедлится, то экономика приспособится к уровню внешнего влияния, и мероприятия, проводимые в рамках политики импортозамещения, начнут действительно оказывать серьезное влияние. Спасибо. Спасибо. Теперь, Андрей Васильевич, вы будете спрашивать? Вы знаете, если позволите, очень небольшой, может быть, даже технический вопрос, который все-таки имеет такие вот, может быть, и более широкое значение. Вы проводили сравнение двух стран, Греции и Словакии. Почему именно эти две страны были выбраны для сравнения? Далее, это был ваш собственный анализ. И, наконец, те меры помощи экономике Греции, примененные странами ЕС, они учитывались в вашем анализе? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Да, данный пример был полностью рассчитан мной самостоятельно. Принцип выбора данных стран пал на их экономическое состояние до кризиса, и результат, с которым эти страны вышли и продолжали свою экономическую жизнь, вышли из кризиса. Есть некоторый момент, в том числе, почему была выбрана именно Греция. В 2012 году я ездила на конференцию в Афины и представляла данную матрицу конкретноспособности на афинской конференции. Соответственно, мне было интересно представить принимающей стороне анализ ее собственной экономики. данная матрица конкретноспособности и результаты были с большим интересом встречены на секции. Мне задавали очень много вопросов, и это вызвало очень большую, даже, я бы сказала, очень серьезные длительные дискуссии. Так как представители Греции обвиняли представителей других европейских стран в той ситуации, в которой оказалась Греция. Но выбор данных стран не только исключительно из-за моей поездки. Интересно было сравнить то, что Греция, в общем-то, страна с уровнем жизни выше, чем Словакия, и при этом промышленность Греции гораздо менее серьезно представлена. И было интересно сравнить именно в этом плане. Хорошо, спасибо. Спасибо. Теперь переходим уже к оглашению отзывов. Поступили отзывы от Дубянска Александра Николаевича, Лякина Александра Николаевича, Плотникова Владимира Александровича, Харламова Андрея Викторовича и Белова Андрея Васильевича. Все отзывы были своевременные, как того требуется. Пункт 19. Порядка присуждения учебных степеней в Санкт-Петербургском государственном университете размещены на официальном сайте СПБГУ. Ну и, опять же, я воспользуюсь своим положением и первый, а оглашу свой отзыв. Ну, в силу того, что отзывы размещены на сайте, я думаю, что каждый, наверное, может сам решить или полностью читать, или только замечания. Ну, я в целом хочу сказать, что отзыв мой является положительным. Я считаю, что Алла Александровна выполнила диссертацию на актуальную тему, и она достигла достаточно серьезных успехов. И можно считать, что и диссертация в целом состоялась. Ну и, забегая вперед, скажу, что она достойна присуждения степени кайдата экономических наук. Но, однако, в работе, несмотря на отмеченные, скажем так, положительные моменты, существуют и вопросы, которые вызывают замечания, на мой взгляд. Ну, первое замечание. В работе много внимания уделяется рассмотрению категории экономическая политика, промышленная политика, ну и так далее. Однако автор не уделяет внимания такой категории, собственно говоря, как сама политика, как термин. А это является, на мой взгляд, достаточно серьезным упущением, потому что, если мы говорим про экономическую политику и про экономическую аж такой политика нет, то тогда трудно говорить о разновидностях экономической политики и ее приоритетах. И одно из определений того, что собой представляет политика, ну в частности экономическая, это сознательное манипулирование некими ключевыми факторами, инструментами. Ну вот, например, денежно-кредитная политика Центрального банка может свестись к манипулированию денежной массы или ставка рефинансирования, например. И в силу этого тогда и можно рассмотреть приоритеты, ну вот, или Центрального банка, или страны относительно этих инструментов. Второе замечание вытекает из предыдущего, что из текста диссертации, несмотря на все усилия автора, так остается непонятным, как влияет экономическая теория на формирование экономической политики. Представляется, что экономическая теория не должна заниматься определенным того, какой инструмент должен быть использован, а должна заниматься определенным того, какой инструмент должен быть использован для реализации той или иной политики. Это вот в этом случае более значимо, как представляется. Третье замечание. Некоторые революционные авторы преподавали курс под названием «Полицейское право». В этих курсах излагались принципы экономической политики. Этот курс был посвящен экономической политике. Но, к сожалению, в работе я не нашел ссылок к тому, что собой представляет полицейское право и как оно соотносится к сегодняшним днём, например. Ну, далее такие замечания, может быть, более технические. В работе в таблице номер 4 приводятся данные за 2012 год. Учитывая то, что сейчас 2018 год, ну, конечно, неплохо было эти данные бы насвежить. Я понимаю, что, возможно, их не было, но уже всё-таки 6 лет прошло. В работе автор также говорит о русской экономической школе экономической политики, петербургской школе. Значит, ну, согласен, что, наверное, существовала русская школа экономической политики. Значит, вот, но говоря о петербургской школе, у нас, получается, только вот с Феликсом Рыбаков один, значит, ну, школа обычно характеризуется признаками, во-первых, последователей, вот, и некие общие идеи. Вот, но пока, кроме одного признака, вот, для петербургской школы, вот, автор не выделил. Ну, возможно, получится обосновать. И ещё одно замечание. Автор не всегда отчётливо представляет, что экономическая политика, а точнее государственная регулировка, находится в тесной взаимосвязи с другими экономическими явлениями. И это, кстати, было видно и выступление, что, например, когда говорим о том, что, например, Сергей Юрьевич Витте, значит, неудачно провёл экономические реформы, то нужно отметить в виду, что, например, то, что к началу XX века почти вся русская промышленность пришла под, скажем так, контроль. Работы иностранных собственников связаны именно с тем, что была неудачно проведена денежная реформа, и русский рубль был очень дорогим, и, собственно говоря, способствовал скупке российской промышленности. Ну, несмотря на все отмеченные недостатки, я считаю, что работа является самостоятельным завершённым научным исследованием, получит на автором результат достоверный, выводы и заключения обоснованы. Ну, и я считаю, что диссертация отвечает требованиям, установленных по приказам о порядке посуждения учёных степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. И автор Кирилловская Алла Александровна заслуживает посуждение учёной степени кандидата экономической наук по специальности экономическая теория. Александр Николаевич, пожалуйста. Стали причиной замедления темпов экономического роста, когда ставится вопрос о формировании новых инновационных отраслей, перетоку капитала в те сферы, которые приблизят российскую экономику по качеству к мировым державам. Тема, выбранная для работы, безусловно, актуальна. Промышленная политика выходит, ну, по крайней мере, на такой же важный, значимый план, как денежно-кредитная и бюджетная политика, которые до сих пор у нас, пожалуй, были единственными реально активными формами проводимой экономической политики. На мой взгляд, новизна работы определяется прежде всего тем, что автор рассматривает одновременно процессы, связанные, собственно, с проводимой экономической политикой, её формированием, приоритеты реализации этих приоритетов, то есть как особую сферу деятельности государства. А с другой стороны, экономическую политику, как определенный раздел экономической теории, который обосновывает соответствующую деятельность государства и дает возможность более или менее внятно прорабатывать или, по крайней мере, видеть последствия принимаемых мер. В рамках вот этого подхода получены определенные новые результаты. Прежде всего, это связано с выделением экономических школ, взаимосвязи между этими школами, преемственность и различия в подходах между различными экономическими школами. Второй пункт, который бы мне хотелось отметить, это предложенную и обоснованную автором матрицу конкурентоспособности и территории, которая позволяет выбирать приоритеты проводимой государственной промышленной политики. И именно использование этой матрицы позволило автору утверждать о неэффективности вертикальной экономической политики, как заранее заданных приоритетов, которые должны быть реализованы вне рыночного контекста, так и горизонтальной промышленной политики, которая связана с созданием условий и не обеспечивает реализацию тех наиболее существенных, значимых на сегодняшний день задач, которые ставятся перед промышленной политикой. Это, собственно, и приводит автора к идее о проактивной экономической политике, которая позволяет одновременно реализовывать определенные количественные цели, и, с другой стороны, не фиксировать жесткий приоритет. Третье, что хотелось бы выделить, это обоснование авторам использования рубля в качестве протекционистского барьера при всех тех ограничениях, которые звучат в работе, не звучали в выступлении, по поводу возможности использования на определенных краткосрочных интервалах. Ну и, наконец, авторам выделен ряд формальных противоречий, проводимых в системе регулирования промышленности и реализуемых государственных программах. Теперь относительно недостатков работы, которая является, в общем-то, прямым продолжением ее работы достоинств. Значит, ну, начнем с той самой матрицы, которая сегодня уже в разных вариациях звучала, матрица конкурентоспособности, используемого примера с Словакии и Греции. Вот тут есть некоторая беда, связанная с коротким интервалом рассмотрения процесса, а в итоге получается, что, в общем, авторский-то вывод сводится к тому, что можно быть богатым, не прикладывая к этому особых усилий, поскольку оказывается, что от Греции и кризис лучше прошла, и экономика у нее оказалась помобильнее, а со Словакией дело, в общем, немножко похуже. Наверное. Но вот если взять данные по 2016-2017 году, картина, в общем, приходит к тому, что следовало непосредственно из этой матрицы. Оказывается, промышленно развитая Словакия на сегодняшний день стоит на границе развитых стран, а Венгрия, ой, Венгрия, простите бога ради, с Венгрией тоже беда, но Греции рассматривал автор, да, и Греция на сегодняшний день по ВВП, по ППС начинает уступать Российской Федерации. То есть все-таки торговля хорошим впечатлением, это не лучший бизнес, и в этом смысле промышленная политика, которой посвящена вторая глава автора, это достаточно осмысленное занятие, и именно промышленность доставляет костяк экономики, которая обеспечивает ее независимое функционирование. Второй момент это по поводу использования рубля в качестве протекционистского барьера. Дело заключается в том, что рассматривается только один срез проблемы, а их очень много. Их очень много по той самой простой причине, что это протекционистский барьер, который с другой стороны препятствует обновлению основного капитала в промышленности. Этот протекционистский барьер препятствует включению в цепочки международных поставок, и на эту тему есть целый ряд интересных работ, которые просто выпали. Я проверил и по тексту, и по списку литературы. Нет работ Трунина, нет работ Пономарева, которые как раз этим аспектом проблемы занимаются достаточно активно. Ну и последнее, это вот отчасти то, о чем Александр Николаевич говорил, по поводу увлеченности дефинициями, потому что появление собственного определения предшествует 3-4 страницы текста с пересказом существующих определений, что на мой вкус для кандидатской диссертации, наверное, и не очень нужно. Есть определенные технические изъяны, это я уже с вашего позволения озвучивать не буду. Понятно, что если документ 180 страниц, то есть там непременные несовпадающие номера и отсутствующие ссылки, ну и так далее. В целом, хочу отметить, что несмотря на наличие недостатков, работа заслуживает положительной оценки. Содержание структуры диссертации отвечает поставленным авторам цельным задачам. Публиковано соответствующее количество статей, в которых отражены позиции авторов, и, соответственно, работа представляет собой целостное самостоятельное исследование, содержащее личный вклад автора, и отвечает требованиям основных приказов ректора о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском университете, а ее автор заслуживает присуждение ученой степени кандидата экономических наук. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Владимир Александрович, пожалуйста. Да, уважаемые коллеги, я также ознакомился с диссертацией, подготовил в основном порядке отзыв и представил его для размещения на сайте. Сразу скажу, что общее мое впечатление о работе положительное. Я считаю, что работа зрелая, работа достаточно интересная. Актуальность определяется понятными причинами. Слава Богу, промышленная политика появилась в официальном обороте как не только теоретическая, но и практическая конструкция с выходом соответствующего закона. Но говорить о ее результативности пока что рановато. Можете себе представить, знать все прекрасные эти цифры. Размер фонда развития промышленной 57 миллиардов. Для нашей страны, когда только на спасение обанкотившегося банка в прошлом году под триллион рублей было потрачено на этом уровне, в общем-то, меры, выделяемые на целевую поддержку промышленного производства, они явно являются недостаточными. В середине прошлого года, все мы прекрасно знаем, у нас началось опять торможение экономического роста, и причем в первую очередь началось промышленности опять же. Это говорит о том, что тема актуальна, тема нужная, ей надо заниматься, честь хвала автору, который попытался пойти к этому не с сиюминутных ситуационных позиций, а с фундаментальных. Очень импонирует этот подход, в котором автор пытается заглянуть на века назад, посмотреть на эволюцию взглядов на промышленную политику, на экономическую политику, с тем, чтобы сгенерировать некое вот такое системо-генетическое ядро, которое позволяет в этом явлении выделить общие черты, выделить черты, которые не изменяются, и потом модифицировать, исходя из существующей экономической конъюнктуры, на сегодняшний момент и в средиисточной перспективе. С этой точки зрения, обоснованность и достоверность положенной диссертации на меня произвело достаточно положительное впечатление, в связи с тем, что автор достаточно уверенно работает с литературой. Да, можно его прикнуть, как коллеги сейчас только что сказали, с ним полностью согласен, есть множество других источников, но один человек не в состоянии изучить всю литературу. Но, тем не менее, достаточная представительность той выборки научных знаний, которую изучил автор, которым он ориентируется, на мой взгляд, обеспечена. Использованы достаточно актуальные исходные данные, выполнены многочисленные расчеты с гарантированной достоверностью. То есть с позиции того, что результаты диссертации адекватны, им можно верить, и некоторые элементы исследования могут быть использованы непосредственно в практике экономической политики, по крайней мере, в нашей стране, личностями они вызывают сомнения. Также положительно я отношусь к новизне, к оригинальности полученных результатов. Это касается и экономико-теоретических результатов, экономико-исторических результатов, введения в рассмотрение новых этапов развития вот этого раздела экономической науки, теории экономической политики. Предложение ввести определенные новые школы, наделив их определенными, опять же, сформулированными автором признаками и атрибутами. Это и, скажем так, попытка отранжировать с использованием метода анализа и иерархии приоритеты современной экономической политики в России и промышленной политики. Это сравнительный анализ страновой, который, безусловно, интересен и сам по себе, о чем сегодня коллеги уже говорили, и интересен и с позиции теоретических, потому что позволяет уточнить приоритеты, которые ставятся не только в теоретических исследованиях, но и на практике реализации экономической политики. То есть, на мой взгляд, работа всем формальным требованиям отвечает в полной мере, она интересна, она вызывает желание углубиться в материалы, даже в чем-то подискутировать с автором. Ну, тем не менее, не бывает работ идеальных, безусловно, всегда есть поле для дальнейших исследований, для развития тех взглядов, которые изложил автор своей диссертации. Соответственно, в моем отзыве также имеется ряд определенных замечаний, пожеланий, недостатков, дискуссионных моментов, которые хотелось бы обсудить. Ну, безусловно, вот первый момент, который касается оценки вклада отечественных исследователей в теории экономической политики. Автор достаточно хорошо рассматривает немецкую школу, многих зарубежных специалистов анализирует. Однако, вот такой отечественно известный экономист, внесший значительный вклад и в теорию, и в практику экономической политики, как Туган Барановский, ну, на мой взгляд, его наследие можно было рассмотреть более детально, потому как, действительно, его идеи и сегодня во многом востребованы. Ну, это моя точка зрения. Возможно, автор в дальнейших исследованиях продолжит изыскание в этой области. Второй момент. У меня, конечно, вот вопрос я задавал такой соискателю, когда был представлен фрагмент расчетов, касающихся корреляции между отдельными показателями, связавшихся о результативности, эффективности экономической политики в области импортозамещения. Конечно, хотелось бы более представительного анализа. Возможно, это технически сложно, это займет большой объем, все-таки диссертация. И так достаточно обширная, 180 страниц. Но, тем не менее, какая тенденция наметилась, мы о ней знаем. Начиная с конца 2016 года, вот те успехи в импортозамещении по промышленной продукции, не по стихии, а по промышленной продукции, особенно высокой степени переработки, они, в общем-то, больше не столь показательны, как хотелось бы. В 2018 год мы закончили с повышением импортозависимость российской экономики, промышленной продукции. На самом деле, тревожный момент, и хотелось бы от автора каких-то пояснений, может быть, дополнительных исследований, может быть, мнения хотя бы, с чем это связано, какие, возможно, там перспективы, да, то ли это случайные какие-то ситуационные явления, связанные с естественными конъюндуровыми колебаниями, то ли это какие-то фундаментальные зависимости, недоработки. Ну, хочется комментариев по этому поводу. И последний момент, который я хочу тоже остановиться, он связан. Ведь с позицией теоретических, с позицией обеспечения экономической безопасности, о чем у автора тоже идет речь в диссертации, важна не сколько сама по себе проблема импортозамещения. Импортозамещение – это инструмент. Ключом является импортозависимость, зависимость национальной экономики, зависимость населения, промышленности национальной от иностранных поставок, в случае перекрытия которых возникают проблемы с нормальной жизнедеятельностью, с функционированием народно-хозяйственного комплекса и так далее. Вот эта связочка, теоретическая связка, импортозамещение, импортозависимость, вот она в диссертации, на мой взгляд, могла быть раскрыта более детально, но, возможно, автор оставил эти проблемы, а потом в дальнейших исследованиях о них поговорит. Подводя итог, скажу, что диссертация в целом полностью соответствует всем предъявляемым требованиям. Она в достаточной степени опубликована, ее положение в открытой печати, в том числе в рекомендованных, рецензируемых научных изданиях. Она неоднократно, ее положение, ее выводы, результаты неоднократно докладывались на различных представительных национальных международных конференциях, в том числе за рубежом, получили одобрение специалистов, что свидетельствует о их ценности, о их достоверности этих положений. Диссертация Крилловская Александра, таким образом, выполнена на тему теоретическое обоснование приоритетов экономической политики, в полной мере, на мой взгляд, соответствует всем требованиям, установленным приказом ректора Санкт-Петербурга Старственного университета о порядке присуждения ученых степеней в университете. А ее автор Кирилловская Алла Александровна заслуживает присуждения ученых степеней кандидата экономических наук по специальности 08-01 экономическая теория. Спасибо. Спасибо. О, Андрей, да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в своем отзыве у меня отражена актуальность темы, степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендации данной диссертации, достоверность и новизна научных исследований, значимость полученных результатов для науки и практики, дискуссионные положения и замечания по диссертации, а также в завершение отзыва сделан вывод. Отзыв размещен на сайте вашего университета, поэтому я пытаюсь кратко в отведенные 10 минут изложить основную идею данного положительного отзыва. Я также, как и коллеги, отмечаю важность и актуальность данной проблемы не только для теории, но и для практики, а также при рассмотрении этих вопросов у меня возник свой вопрос, насколько широко или почему широко так поставлена проблема в данной диссертации. Чем шире проблема, тем, наверное, сложнее ее решать. Вот я обратил внимание на то, что касается научной новизны. Если тема исследования обозначена автором как приоритет экономической политики, то в содержательной части в основном представлена промышленная политика, и в докладе мы это с вами услышали, и частичная экономическая безопасность. В этой связи не очень понятно, почему за рамками исследования остается финансовая, денежно-кредитная, инвестиционная, инновационная и тому подобное. Кстати, можно даже автору задать вопрос, а вот появилась криптовалюта, а как она оказывает влияние на экономическую политику вообще. Этих вопросов можно было избежать, если бы непосредственно в объекте, предмете тех задач, которые автор формулировал. Было четко сформулировано, что не всю экономическую политику автор рассматривает, а рассматривает промышленную политику, или рассматривает взаимосвязь промышленной политики и экономическую безопасность. Тогда бы эти вопросы, конечно, снимались, и можно было избежать в том числе и тех недостатков, которые мои коллеги здесь в своих отзывах уже отразили. Что касается импортозамещения. Важная проблема, которая поднимается в диссертации, здесь опять же возникает тогда вопрос ее стыковки с такими составляющими, как сельскохозяйственные составляющие, вопросы переработки, вопросы транспортировки и тому подобное. Вот опять же для того, чтобы избежать вот этих вот недостатков или, скажем, недосказанности в работе вот этих вот вещей, можно было бы каким-то образом сформулировать границы исследования, исходя из этого сформулировать задачи более четко и более понятно, и именно как для кандидатской диссертации не охватывать все проблемы, то тогда бы, наверное, работа получилась более стройная. Несмотря на сказанную значимость полученных авторов результатов для науки, практики довольно хорошая, довольно обоснованная, как с позиции теоретических результатов, так и с позиции практики, позиции в том числе и государственного управления. Действительно, соглашусь, что много опубликовано, 16 работ, в том числе 3 работы в журналах ВАГ, это все очень замечательно и очень достойно. А дискуссионные вопросы и положения, которые здесь у меня возникли, их не так много, наверное. Первый вопрос. Цель исследования. На мой взгляд, цель исследования оказалась более узкой, чем поставлены перед диссертацией задачи. Если в качестве цели указывается систематизация теоретических концепций и разработок комплексного подхода к практическому применению экономической политики, то задачи направлены на выявление специфики различных школ в области экономической теории и экономической политики, а также этапов такого развития, о чем свидетельствуют. Первая, вторая и задачи на странице седьмой. Второй недостаток. Формулировка научной новизны страницы 8, на мой взгляд, не совсем корректна, так как не позволяет понять, что сделано автору и какой вклад он несет в экономическую теорию. Третий недостаток. Авторам сформулировано 8 задач страницы 7-8 диссертации, а на защиту выносятся 5 положений. При этом возникают следующие вопросы. Если первые две задачи можно объединить и результат их решения, скорее всего, проведен в первом пункте научной новизны страницы 8-9, следовало бы это было четко показать, а лучше сформулировать одну задачу, которая бы полностью отражала соответствующий пункт научной новизны. Третья научная задача посвящена выявлению приоритетов проведения экономической политики на современном этапе. Не нашла четкого обоснования ни в одном из пунктов новизны. При этом можно предположить, что составляет сущность приоритетов, но в чем заключается авторский вклад, здесь не совсем ясно. При этом на защиту вынесена матрица конкурентоспособности территории, с помощью которой осуществляется оценка приоритетов. Но хочу обратить внимание, что это относится к пятой задаче, а не к третьей. Что касается четвертой, шестой и седьмой задач, судя по пунктам новизны, они вообще не решены, так как ни в одном из них нет четкого понимания, чем авторские выводы отличаются от ранее известных или какое имеет превращение научных знаний, то, что выносится на защиту. Четвертый недостаток. В обведении соискатель подчеркивает связь своего исследования с торговой и таможенной политикой современной России. Однако в самой работе торговая и таможенная политика появляются только в заключении, в виде краткого перечной рекомендации. При этом данные рекомендации, как представляется, не имеют должного обоснования и четкой связи с предшествующими выводами и вообще текстом диссертации. Пятый недостаток. Автор не предлагает конкретных инструментов промышленной политики, исходя из политики импортозамещения. Несмотря на то, что указывают на проблему разработки инструментарий, как одну из шести основных. Шестой недостаток. Обращает на себя внимание неверное построение алгоритма схема 2 на странице 44. Кстати, этот алгоритм был представлен и на слайде. Как вы знаете, алгоритм должен иметь четкую направленность, описывающую порядок действия для достижения конкретного результата. Также есть ошибка в построении таблицы 1 на странице 75. Здесь отсутствует название граф. Это не позволяет понять в первой или во второй графе представленные инструменты государственной поддержки промышленности. Седьмой недостаток. Общепринятой является практика, когда заключение диссертации автор представляет наиболее значимые результаты своего исследования, повторяясь своего. В данном случае материал, представленный на странице 150-156, не в полной мере отвечает этим требованиям. В нем содержится описание материалов, содержащихся в параграфе 1.2, странице 150-151, высказывание президента Российской Федерации по текущим вопросам конкурентоспособности, странице 154, и выполненных президентских поручений, 155, а также оценка сложности проблем государственного регулирования промышленной политики, которые даются известными отечественными экономистами, Вантром и Гринбергом. Несмотря на высказанные замечания, считаю, что работа в общем и целом состоялась. Она соответствует требованиям, предъявляемых к диссертациям на соискании ученой степени 08001, экономическая теория и установленным приказом Вашего ректора о порядке присуждения ученых степеней. И поэтому считаю, что Алла Александровна Кирилловская заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук в поиском и специальности. Спасибо. Андрей Васильевич, пожалуйста, Ваш отзыв. Спасибо. Уважаемые коллеги, мне очень приятно принимать участие в сегодняшнем заседании. Я с удовольствием ознакомился с диссертацией и подготовил отзыв. Сейчас постараюсь огласить основные его тезисы и добавить несколько своих комментариев. Прежде всего, об актуальности темы. Вообще трудно представить более актуальную тему для современной российской экономической науки и японской экономической науки в том числе. То, что, например, в Японии происходит, это живое обсуждение тех проблем, с которыми сталкивается абиномика, перспективы абиномики, перспективы выхода из многих параметров денежной и кредитной политики, которая сейчас в Японии применяется, перспектива перехода на какой-то новый этап, результаты и прочее, прочее. Все это как раз говорит о том, насколько актуальной эта тема является не только для российской и для японской, но и, скорее всего, для мировой экономической науки. С тезисом об актуальности темы исследования я вполне согласен, полностью к нему присоединяюсь. Далее второй момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Это вот формы и структуры диссертации. Мне кажется, что структура работы представляется вполне обоснованной и как раз и говорит о достаточно научной квалификации автора. Кроме того, диссертация подготовлена и на русском, и на английском языке. Я 20 лет работаю в небольшом японском университете и хочу сказать, что за эти 20 лет много раз принимал участие в диссертационных советах, в обсуждении диссертации. И только один раз у нас диссертация была представлена на английском языке. Буквально несколько дней назад мы обсуждали одну очень интересную по содержанию диссертацию, но, конечно, не было речи даже о том, что подготовить текст на английском языке или принять какие-то другие шаги, которые уже приняты в Петербургском университете для вот такой широкой открытости и возможности международной оценки результатов исследований. То, что английский текст есть, это привычно может быть для вас, но я считаю, что это очень большое достижение и мне очень приятно. Очень приятно, что действительно вот такой шаг сделан и что такая политика принята и что сейчас мы имеем возможность обсуждать не только русский, но и английский текст диссертации. Далее, третье положение. К достоинствам работы следует нести и подробный анализ научной литературы по избранной тематике. Особенно мне понравилось предпринятое в первой главе сопоставление взглядов российской и немецкой экономической школы, которое доведено до уровня и конкретных университетов, и уровня конкретных исследований. Очень приятно было проследить за работами тех исследователей, о которых я сам хорошо знаю, но подробно познакомиться с их работами у меня просто не было возможности. И кроме того, эти же слова можно... Слова о том, что все-таки материал хорошо проработан и хорошо подан, можно отнести и ко второй главе, где проводится исследование взаимосвязи экономической политики и регулирования промышленности. Третья глава посвящена двум конкретным приоритетом экономической политики, экономической безопасности и импортозамещения. И текст, включая также и подробное извлажение теории указанных вопросов, и анализ исторических аспектов, и некоторые количественные оценки, которые автор самостоятельно сделал для того, чтобы подтвердить свои тезисы. Все это положительные стороны диссертации. Естественно, что любая работа может анализироваться с двух сторон, с положительной и отрицательной. В рецензивной работе есть, конечно, ряд недостатков. Вот если говорить о недостатках, может быть, и о моих советах, пожеланиях, которые хотелось бы сейчас высказать в адрес диссертанта, я бы отметил следующее. Прежде всего, в обзоре научной литературы, в том обзоре, который предпринят в первой главе. В общем-то, очень мало говорится о специфике экономической политики в зависимости от разновидностей капитализма. Очень широкая дискуссия велась и ведется в современном мейстриме, так называемом, о varieties of capitalism. Вот этот подход, varieties of capitalism, его можно считать общепринятым. В рамках этого varieties of capitalism традиционно выделяется то, что называется либеральная рыночная экономика и координированная рыночная экономика. Вот мне кажется, что если бы с этой точки зрения начать анализировать и классифицировать экономические работы, которые написаны в области экономической политики, то, наверное, можно было бы значительно упростить дело. И можно было бы все-таки как-то поближе подойти к мейстриму экономической науки. Далее, по определению содержания промышленной политики, то, что проводится во второй главе, мне кажется, что все-таки анализ этой части, анализ вот такого термина, анализ такого явления, нужно вести в конве анализы экономической роли государства. В теории общественных финансов традиционно выделяются такие стандартные экономические функции государства, как регулирование, перераспределение, предоставление общественных благ, ликвидация правовых рынков. И вот если бы в рамках, так скажем, исследования промышленной политики мы отталкивались от этих очень распространенных терминов, распространенных подходов, то мне кажется, что можно было бы действительно придать исследованию какой-то новый импульс и достичь каких-то, может быть, таких более обоснованных результатов. Далее, в третьей главе был предпринят анализ, была предпринята попытка количественного анализа и восстанования приоритетов экономической политики с количественной точки зрения. И, собственно говоря, в этой главе проведены определенные эконометрические расчеты, но мне показалось, что слишком узкий круг индексов был применен. И, более того, почему были избраны для анализа, почему были отобраны именно эти индексы. Вот эта проблема, принципы отбора этих индексов не всегда показались менее убедительными. И все-таки, тем не менее, мне кажется, что указанные недостатки не отменяют общеположительные оценки рецензированной работы. Поэтому я просто зачитаю мой финальный вызов. Диссертация Аллы Александровны Кирилловской на тему теоретическое обоснование приоритетов экономической политики соответствует основным требованиям, установленных для кандидатских диссертаций. А соискатель Кирилловская Алла Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук. Спасибо. Спасибо большое. Алла Александровна, пожалуйста, отвечайте на замечания и не забывайте регламент. 15 минут. Я бы хотела поблагодарить членов диссертационного совета за отзывы, за замечания, которые были сделаны к моей работе и постараюсь ответить на некоторые замечания, которые окажутся полезными. Средом замечаний оппонентов мы согласны и в последующей работе их обязательно учтем. На некоторые замечания мы попробуем дать комментарии и возражения. начнем с отзыва Дубянского Александра Николаевича с вопроса о том, что автор не уделил внимания вопросу, что представляет собой политика как термин. На странице 48.52 мной рассматривается вопрос нескольких подходов к определению экономической политики, в том числе вопрос отличия экономической политики от политики как таковой. На странице 50.51 даны определения политики относительно того, что политика является сознательным манипулированием инструментами, в рамках типологии предложенной Санкт-Петербургской школы существует функциональный инструментальный подход на странице 55, в рамках которого происходит изучение экономической политики через функции и набор инструментов. Авторам был предложен институциональный подход к рассмотрению экономической политики, который включает в себя существующие три подхода к типологии и рассматривает экономическую политику с точки зрения институтов. Судя из данного подхода проводится анализ в исследовании. Второе замечание, которое было сделано, остается непонятным, как влияет теоретическая наука на формирование экономической политики. Автор придерживается точки зрения, что методология проведения экономической политики должна строиться из предпосылки, что экономической политике у научного направления должны быть собственные предметы и объект. Исходя из данного теоретического подхода, должны строиться рассуждения и в дальнейшем предприниматься действия. Третье замечание относительно того, что проводили дореволюционные курсы, дореволюции проводили курсы под названием «Полицейское право». Я ознакомилась с этим замечанием, оно было очень интересным, действительно оказалось, что если опираться на работу Энгенфельда «Новые течения в науке административного права» 1929 года, в ней авторы утверждают, что курсы по полицейскому праву, которые читали Бунге и Антонович, были скорее курсами по экономической политике, нежели административного права. То есть действительно это было указано. Я ознакомилась с этой работой, мне было очень интересно. Однако далее сам Энгенфельд под термином «экономическая политика» понимает скорее историко-сравнительное описание отдельных вопросов государственного управления, что однозначно не позволяет относить данных авторов к теоретикам экономической политики. Далее замечание относительно того, что на странице 93 приводятся данные за 2012 год. Приведенные в диссертации данные касаются обсуждаемого на страницах 92 и 93 примера неудачного проведения промышленной политики в Словакии, о котором было озвучено, который я как раз открыл на слайде. Конкретно эта экономическая ситуация рассматривалась, соответственно был взят именно этот временной отрезок, чтобы продемонстрировать эффективность промышленной политики в тот конкретный отрезок времени, что и предопределило исследуемый период. Обновление данных не позволило бы наглядно продемонстрировать результаты, проводимые в тот период промышленной политики. Далее вопрос о признании и существовании Петербургской школы экономической политики. Поскольку за 20 лет сформировался отдельный научный подход, выпущено 5 монографий, 9 выпусков сборников статей по данной проблематике, 2 учебника, защищено 24 бакалаврских, 18 магистрских, 3 кандидатских и 1 докторские диссертации. Данное научное направление активно продвигают такие его представители, как Александр Николаевич Лякин, Игнатий Евгеньевич Алпатов, Вадим Юрьевич Пашкус, Армен Грантович Алтунян, прошу прощения, проводятся специализированные научные конференции и круглые столы. Очевидно, можно говорить об существовании отдельного научного направления. Далее был вопрос о неудачной политике ВИТЭ государственного регулирования. Поскольку денежная реформа в 1895-1897 годах также проводилась ВИТЭ, который при консервативном премьер-министре активно продвигал экономические реформы, часть из которых мы провести не удалось, поэтому последствия своих действий он мог бы предвидеть. И сложившееся положение является скорее негативной оценкой, проводимой ВИТЭ экономической политикой. Перейдем к замечанию Александра Николаевича Лякина. Первое замечание о том, что использование для проверки работоспособности матрицы конкурентоспособности были использованы данные Словакии и Греции за 2012 год. На этот вопрос я, видимо, уже давала ответ и прозвучала это в выступлении. Далее второй вопрос. Оценка результативности импортозамещения в российской экономике вследствие недооценки рубля представляется одномерной. Основной задачей, которая была поставлена перед моим исследованием, был не полный анализ политики импортозамещения, а демонстрация необходимости его стратегического характера, чтобы импортозамещение стало частью стратегии промышленной политики в рамках проактивного подхода. Поэтому полного анализа импортозамещения не ведется, рост импортозависимости в последнее время и является подтверждением данного положения. О недостаточности применения импортозамещения как тактического инструмента. Далее есть замечание о том, что автор чрезмерно увлекается дефинициями. Действительно присутствует в моей работе такое явление. Но так как перед исследованием была поставлена цель систематизации теоретических концепций экономической политики, я обращаюсь к существующим определениям экономической и промышленной политики. К сожалению, в настоящее время, как и в начале прошлого века, о чем писал еще Миклашевский, все еще имеет место определенная терминологическая путаница и бессистемность, что заставило уделить огромное внимание дефинициям, как и проблема была выделена относительно проблем терминологии. На странице 63-67 встречается чрезмерность приведения определений. Действительно, четыре страницы занимают одни определения промышленной политики. Я полностью соглашусь с этим замечанием в данном случае. Перейдем к замечаниям Владимира Александровича Плотникова о том, что первое замечание в диссертации уделяется большое внимание классическим школам экономической политики, вместе с тем недостаточно слабо раскрыт вклад Тугана Барановского в теорию экономической политики. Такое замечание звучало в отзыве, но оно не прозвучало только что. По моему мнению, главный вклад Тугана Барановского в российскую классическую школу экономической политики состоит в том, что именно через работы данной школы были введены, и именно через его работы в западный мир были введены работы представителей русской школы экономической политики. И Туган Барановский в ряде своих работ, с которыми я ознакомилась в оригинале, действительно в основном говорит о социальной политике. Они именно в то время тяготели именно к решению этого вопроса. Второй вопрос, что автор ограничивает иллюстрацию успехов в политике импортозамещения лишь некоторыми категориями продуктов. Также основная задача исследования была поставлена как неполный анализ политики импортозамещения, а демонстрацию необходимости его стратегического характера, чтобы импортозамещение стало частью стратегии промышленной политики в рамках проактивного подхода. И замечание относительно связки категории импортозамещения и импортозависимости, что этому посвящено недостаточно времени. Частично понятие импортозависимости в диссертации раскрыто через расчет показателей самообеспечения и доли импорта в потреблении. Но судя из задачи поставленного введения диссертационного исследования, данный вопрос остался за его рамками. На данный момент мной ведется работа по исследованию этого вопроса. Это очень интересное направление для продолжения исследования. Спасибо. Перейдем к замечаниям Андрея Викторовича Харламова. Первое замечание относительно того, что цель исследования оказалась более узкой, чем поставленная перед диссертацией задача. Я не могу согласиться полностью с этим замечанием. Например, первая и вторая задача на странице 7 как раз и есть конкретизация цели, то есть систематизация теоретических концепций. Реализация этих задач как раз и позволяет достичь части поставленных в диссертации исследований. Цели исследования. Второе замечание. Формулировка научной новизны некорректна, так как не позволяет понять, что сделано автором. Да, я вынуждена согласиться с этим замечанием по поводу не вполне удачной формулировки научной новизны, но не согласна с тем, что она некорректна. Вклад автора полностью вписывает в формулировку научной новизны, тем более, что конкретизация вклада автора наглядно видна через элементы научной новизны. Далее, третье замечание. Авторам сформулировано 8 задач, над защитой выносятся 5 положений. Задачи поставленной диссертации сформулированы таким образом, чтобы в процессе работы, решая поставленные диссертации, можно было бы реализовывать заявленную цель исследования. Сокращение задач и сделало бы их излишне громоздкими. Четвертое замечание. Инструменты проверки результатов примененного алгоритма. Что касается четвертой, шестой и седьмой задач, то, судя по пунктам новизны, они не решены. Четвертая задача соответствует третьему пункту научной новизны, шестая задача соответствует третьему и пятому пункту научной новизны, седьмая задача – пятому пункту научной новизны. Авторский вклад по всем пунктам научной новизны был озвучен в сегодняшнем докладе. Далее шестое замечание. Следующее замечание. Следующее замечание. Обращает на себя внимание неверное построение алгоритмов. Я еще раз изучила определение алгоритмов и не получится согласиться с этим замечанием, так как алгоритмы, представленные в работе, построены по принципу блок-схемы. По определению алгоритм это система последовательных операций в соответствии с определенными правилами для решения какой-либо задачи. Или совокупность последовательных шагов, схема действий, приводящих к желаемому результату. Представленный алгоритм вполне соответствует данным каноническим определениям. Следующее замечание. Относительно заключения. В заключении автор представляет наиболее значимые результаты и заключение не в полной мере, а отвечает требованиям, предъявляемым к заключению. Я изучила ГОСТ относительно заключения, то есть в соответствии с ГОСТ R7.0.11 от 2011 года, который говорит о структуре и правилах оформления диссертации и авториферата диссертации, пункт 5.3.3. В заключении диссертации излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. По нашему мнению, приведенные диссертации и заключения как раз соответствуют этому определению. И последний отзыв, ответ на замечания. Андрей Васильевич Белов. Вопрос относительно недостаточного обзора научной литературы. Да, действительно, это очень хорошее замечание. Спасибо за него. Действительно, было бы небезынтересно развивать исследования в этом направлении. Однако, перед данным исследованием такая задача не ставилась. Данное замечание мы ждем в дальнейшей научной деятельности. Второй вопрос. Относительно определения содержания промышленной политики, который ведется в отрыве от анализа экономической роли государства. Данные вопросы в диссертации рассматриваются, особенно в рамках классической школы экономической политики. Однако, при анализе экономической и промышленной политики мы придерживаемся более общего подхода. Например, на странице 53 диссертации. И последний вопрос. В количественном обосновании приоритетов экономической политики применяется сравнительно узкий круг индексов. Мы согласны с тем, что расширение круга индексов, безусловно, обогатило бы работу. Однако, поскольку мы искусственно сузили анализ для решения приоритетной задачи экономической политики, а именно политики импортозамещения как стратегического приоритета, Таким образом, относительно узкая направленность и обусловила сравнительно узкий круг индексов. Спасибо. Я закончила ответ. Спасибо. Так, я хотел бы узнать, есть ли у нас зарегистрировано выступающее. Судя по всему, нет. Тогда объявляется у нас выступление научного руководителя Пашкаса Юрия Васильевича, пожалуйста. Вадима Юрьевича, прошу прощения. Добрый день, да. Моя задача как научного руководителя – кратко охарактеризовать диссертацию. Отзыв также мой был представлен. Поэтому можно сказать, что диссертационное исследование написано Аллой Александровной Кирилловской в течение достаточно большого количества времени, к сожалению. Но вместе с тем, оно характеризуется достаточно глубокой проработкой вопросов. Некоторые вещи впервые введены, научный оборот, исследование эволюции экономической политики позволяет выявить основные проблемы ее проведения, в том числе и с учетом санкций, более реалистично прогнозировать ее долгосрочную перспективу. Необходимо отметить, что диссертантам исследованы систематизированные литература, в том числе и достаточно редкая для России, например, труды Зодана, труды Филипповича, рассмотренные труды как основоположников российской школы экономической политики, так и критиков того же самого Миклашевского с его совершенно чудесными работами. Необходимо отметить, что классификация подходов к современной промышленной политике позволила обосновать применение новой проактивной промышленной политики, которая позволит, очевидно, внедрение которой позволит, очевидно, решить те проблемы с промышленной политикой, которые наблюдаются у нас сейчас. Необходимо отметить, что часть рекомендаций проактивной промышленной политики у нас вполне реализуется. Необходимо отметить, что эти рекомендации приводят к достаточно большим подвижкам, но вместе с тем актуальность работы Аллы Александровны наглядно видна, потому что с одной стороны мы вроде бы впереди планеты все, а с другой совершенно безобразно отстаем в тех областях, где мы всегда были сильные. Посмотрите, например, на космическую отрасль. Необходимо отметить, что при написании диссертации Алла Александровна показала себя трудолюбивым и инициативным исследователем, которая способна квалифицированно формулировать и решать сложные вопросы. Диссертация была опробирована на большом количестве научных конференций. На некоторых конференциях выступления Аллы Александровны были встречены, я бы сказал, очень тепло. Кроме Греции, это была еще Словакия, где она огласила результаты вот этого анализа, который привел наших словацких коллег в состояние большой печали. И в Бильбао, где тогда чуть ли не в первый раз в Испании многие, очевидно, услышали такое жуткое для них словосочетание промышленная политика. Необходимо отметить, что автором опубликовано именно по теме диссертации 16 научных работ. Из них три из них в журналах рекомендованных ВАК, одно в ядре Оринц, также одна работа индексирована в ВПФ Сайенс. Диссертация, по мнению научного руководителя, полностью отвечает поэтку присуждений в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени кандидата наук, как научно-квалификационная работа, в которой содержится решение задач, имеющие существенное народно-хозяйственное значение. Следует отметить высокое качество изложенной диссертационной работы, и в целом Аллу Александровну Кирилловскую можно охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, достойного присуждения ученой степени кандидата экономических наук. Спасибо, Вадим Юрьевич. Так, а сейчас объявляется общая такая дискуссия. Пожалуйста, кто из членов Совета желает высказаться по тематике диссертации? Позвольте, я в третьем раз сегодня возьму слово, так получается, да, сижу справа за столом, с меня все начинается. Я хочу буквально в двух словах сказать следующее. Вот процедура защиты в личный раз убедила моё мнение, которое я представил в письменном отзыве, что соискатель в полной мере созрел как научный работник, его квалификация соответствует всем предъявляемым требованиям. На что я хочу обратить внимание? Не на, скажем, да, лучше содержательную часть работы, которая сегодня достаточно хорошо обсуждалась, достаточно глубоко рассматривалась, а на то, как уверенно автор ведёт себя за трибуны, настолько он свободно владеет проблематикой проблемной области, в том числе теоретической концепцией, в том числе практическим материалом в этой области. Это говорит о том, что действительно человек живёт в этой области, он глубоко проник, скажем так, в её основные идеи, в основные постулаты и концепции, и достаточно, скажем так, чёткую, имеет собственную позицию, основанную не на глубоком убеждении, как часто, к сожалению, бывает у молодых учёных, а на глубоком вздании предмета, на хорошем изучении литературы, на ознакомлении с точками зрения не только отечественных специалистов, в том числе университетских, работающих в Санкт-Петербургской государственной университете, но и из других научных центров нашей страны с зарубежными учёными. На самом деле это говорит о том, что, скажем так, в данном случае мы имеем дело со сформировавшимся специалистом, который имеет свою обоснованную точку зрения, своё суждение по тем проблемам, которые в диссертации рассмотрены. На мой взгляд, работа и соискатель вполне соответствуют всем определяемым требованиям. Поэтому это ещё раз убеждает меня в том, что я эту работу намерен поддержать. Спасибо. Спасибо. Ещё-то, пожалуйста, Андрей Викторович. Уважаемые коллеги, мы сами с вами когда-то тоже защищали диссертации, и знаем, что диссертация – это не только труд, который подводит многолетний итог предшествующей работы, но и ещё имеет задел на будущее. Мне очень понравилось в некоторых ответах соискателя, что, да, действительно, данная проблема не рассмотрена, но она планируется рассматривать не просто, как иногда говорят соискатели, в дальнейших своих исследованиях, а действительно, Александра указывала, в каких направлениях она планирует это развивать. Поэтому и сегодняшняя защита показывает о том, что человек готов воспринимать не только похвалу, но и критику, готов работать дальше и развивать российскую экономическую науку в том направлении, которое она взяла. Поэтому я думаю, что не только сама диссертация, но и сама процедура защиты показывает, что в данной ситуации Алла Александровна достойна присуждения учёной степени кандидата экономических наук. Спасибо. Спасибо. Андрей Васильевич, не желаете, что может сказать? Вы знаете, мне очень приятно, что мне самому удалось поучаствовать в обсуждении диссертации в работе учёного совета. И то, что диссертация представлена на английском языке, одновременно представление диссертации довольно большого научного труда на двух языках одновременно, это большое достижение, мне кажется. И мне очень хотелось бы, чтобы диссертанты, которые в моём японском университете начали бы также относиться к подготовке текста диссертации, начали бы представлять диссертации на двух языках. Для нас это было бы большим достижением. А в Петербургском университете в данном случае эта задача, собственно говоря, уже решена, и мне очень приятно. Я присоединяюсь к тем словам и к тем оценкам, которые сегодня уже уважаемые коллеги высказали, тем словам, которые сегодня уже прозвучали. Действительно, мне показалось, что Алла Александровна, она свободно ориентируется в материале и представила достаточно обоснованную работу. И мне кажется, что мы не ошибёмся, если сможем поддержать, так скажем, если мы выскажемся за присуждение Алле Александровне степени кандидата экономических наук. Спасибо. Спасибо, Владимир Алексеевич. Ну и я-то ещё пару слов скажу. Я считаю, что действительно тема, которую Алла Александровна выбрала для своей диссертации, очень актуальна. У нас, кстати, в экономической литературе тема, в общем, мало исследуемая, скажем, очень мало пишут, и тем более мало пишут в контексте экономической теории. Больше пишут про некий, скажем так, инструментарий экономической политики, ну или просто про экономическую политику. Ну, кроме того, работа представляет собой, на мой взгляд, вполне удачный симбиоз и, ну, скажем так, старого подхода политэкономического или экономической теории, значит, и с использованием современных экономитерических методов. И, опять же, с учетом того, что вспомнили, опять же, тех учёных, которые раньше были на экономическом факультете, ну и сама защита тоже произвела на меня вполне благоприятное впечатление. Автор действительно уверенно чувствует себя вот в данной тематике, готов защищать свои положения и позиции, высказанные в диссертации. Я тоже считаю, что Аллах сам достойна посуждения учёной степени кандидата экономических наук. Так, теперь я объявляю перерыв на пять минут для обсуждения. И прошу включить трансляцию, а остальные покинут помещение. Значит, чё мы делаем, тут мы пойдём, позади. Спасибо. 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 Ваше мнение. Включите. Включите. Я за присуждение учёной степени. Член Совета Плотников Владимир Александрович. Ваше мнение. Моё мнение за. За. Член Совета Харламов Андрей Викторович. За. И член Совета Белов Андрей Васильевич. За присуждение учёной степени. Ну. Я. Александр Николаевич. За присуждение учёной степени. Значит. Таким образом. Уважаемые коллеги и гости. Объявляю. Что. Из пяти участвующих в заседании. Дистанционного совета по защите. Кирилловска. Алла Александровна. На соискание учёной степени. Кандидата экономических наук. По специальности. 08.2. 0.1. Экономическая теория. На тему. Теоретические. Теоретическое обоснование. Паритеты в экономической политике. Из членов совета проголосового за пять человек. Против. Нет. Воздержавшихся. Нет. Решение о присуждении учёной степени. Кандидата экономических наук. По специальности. 08.2.0.0.1. Экономическая теория. Кирилловской. Алле Александровне. Принято. Ну. И теперь. Алла Александровна. Пожалуйста. Ваше заключительное слово. Уважаемые члены дистанционного совета. Диссертационного совета. Хотела бы поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в работе диссертационного совета за принятое решение, за то время, которое вы посвятили работе с моей диссертацией. Ваша работа и ваши замечания были очень ценны для меня. Я действительно планирую развивать свои научные идеи и продолжать научную деятельность, как я озвучила в замечаниях. Я бы хотела поблагодарить тех людей, которые участвовали в моей защите. В первую очередь это моего первого научного руководителя Феликса Федоровича Рыбакова, который, в общем, заинтересовал меня этой научной темой, который относился ко мне так по-отечески. Я бы очень хотела, чтобы Феликс Федорович присутствовал на данном мероприятии и увидел, как мне присуждают степень. Но, к сожалению, это невозможно. Далее я бы хотела поблагодарить Александра Николаевича Лякина, Геннадия Евгеньевича Алпатова и Михаила Саниславовича Грачева, которые читали мою работу и делали мне замечания, которые участвовали в экспертном совете и писали рецензии на мои работы. Далее, отдельно бы я хотела поблагодарить Ивана Алексеевича Благих, который в какой-то момент очень сильно помог мне с теоретическими обоснованиями приоритетов в теоретической области и, в общем, за поддержку. И, естественно, главная благодарность – это Вадиме Юрьевичу Пашкусу и Наталье Анатольевне Пашкусу, без которых, наверное, моя защита бы не могла состояться. Это мой научный руководитель, который провел со мной очень много времени в работе над моей диссертацией. Спасибо большое. Спасибо. Заседание является закрытым. Благодарим всех за участие. Просьба отключить трансляцию. Спасибо. Продолжение следует...